Добрый вечер, дорогие друзья! Ну что 10 особенностей, которые мы имеем за последние месяцы? Что это за особенности и как они связаны с Ripple XRP? Также сегодня мы поговорим о том, почему все-таки имеет смысл держать XRP, XLM и XDC. Ну и в целом поговорим о том, почему биткоин может стоить 500 тысяч долларов и даже 1 миллион долларов, а XRP якобы по мнению хейтеров не может. Но на самом деле он может и он может стоить 100 долларов. Сегодня мы также об этом поговорим. Что касается рынка криптовалют, стоит отметить, что выросли объемы за последнее время. Также подросла у нас волатильность за последние 7 дней, биткоин прибавил 2%, а некоторые альткоины стремятся также нагнать волатильность и мы видим, что она определенно повышена. То есть, например, у Shiba Inu плюс 18% за последнюю неделю, но это не может не радовать. С учетом того, что по Shiba Inu мы покупали и здесь, собственно, ордера выложены в Telegram группе. Ну и также в Telegram группе вы найдете много чего интересного. Что касается, значит, самого XRP, давайте посмотрим на график. Вчера я, значит, давал информацию о том, что у нас неделя сейчас все-таки больше. Напоминает то, что мы все-таки имеем интерес крупного игрока и крупный игрок выкупает XRP. Единственное, что я бы заявлял, что нужно это подтверждение, да, и нужно подтверждение нам по закрытию недельки, чтобы это действительно увидеть. И мы видим, что сейчас XRP нашел зону поддержки, это район 62 цента, и вот сопротивление у него там почти 66 центов. Соответственно, пробой этого сопротивления приведет нас в район 68 центов, ну и дальше идет психологическая отметка 70 центов. Соответственно, можно ли сказать, что XRP взял такой какой-то реванш, да, и его уже сейчас выкупили? Отчасти да, но опять-таки на месячном таймфрейме, что мы видим, что здесь XRP пошел в коррекцию, упал на район там ниже 60 центов, но, однако, не упал ниже пока что, да, и мы видим, что здесь игрок крупный стайл, крупный фитиль, и если мы будем смотреть, значит, XRP BTC пару, да, то XRP BTC такова, в принципе, у нас реальность, то, что мы не проломили еще уровень психологический 2000 сатош, не сходили еще ниже, такое ощущение, что все еще будет, и поэтому здесь однозначно, ну, нельзя сказать, что мы уже сейчас разворачиваемся, да. Определенно есть, в принципе, тема такая, что XRP сейчас маркетмейкеры поднимают, потому что много кто встал в шорт, да, и поэтому сейчас много нужно кого выбивать, и именно, в принципе, сейчас зарабатывают биржи и маркетмейки, ну, или то, что есть одно и то же. Если мы будем говорить про пару XRP BTC, то в целом на месячном таймфрейме, ну, картина очень хороша, потому что здесь мы рисуем повышенное дно, и такое ощущение, что XRP действительно здесь готов взорваться и пойти наверх. Это только покажет время, ваше дело это холдить XRP, спекулировать, да, на нем и так далее, подобное, зарабатывать деньги. Если мы говорим про 10 особенностей, да, то, что случилось за последние месяцы, что мы имеем вообще в целом, да, по поводу XRP. XRP, во-первых, он не считается ценной бумагой, пока что этот вопрос можно закрыть, и можно закрыть на 2 года как минимум. Дальше, ISO 222 вступает в силу, а вернее уже вступил. FedNow тоже запущен. CBDC работает на платформе Ripple. Brick создает валюту альтернативную доллару. Присоединение Ripple к SDA. Приложение Bitcoin ETF от BlackRock. Stablecoin PayPal на эфире. Конгресс готовит счета за криптовалюту, ну и завершен пилотный проект цифрового доллара. Все это определенно связано с XRP, и это определенно идет ему на руку. Что также нужно отметить, что вот основные причины заключаются в том, что люди держат XRP, XLM, XDC. И здесь вот довольно-таки интересные исследования. Почему держим XRP? Потому что фундаментальный актив будущего, в котором доминируют цифровые активы, токенизированные резервы Центрального банка, коммерческие стейбл-коины и практически все, что имеет цифровую ценность. Основа цифровой глобальной платежной сети, которая может затменить любую глобальную традиционную сеть, оптимизация эффективности трансграничных платежей и движение ценностей. В центре внимания крупных организаций, таких как МВФ, Всемирный банк, Абис и другие. Если мы говорим про XLM, да, Stellar, то ключевой игрок в содействии движения стоимости подобно XRP. И здесь есть два способа. XRP больше подходит для денежных переводов B2B, а XLM больше для P2P. Stellar создает наиболее правильный переход к массовому внедрению в розничную торговлю с помощью собственных криптографических сетей активов. XLM также, как и XRP, привлекает внимание подобных организаций. Ну и наконец, с XDC. XDC назначит у нас введение класса активов на сумму 19 трлн долларов в цифровую эпоху. Тоговое финансирование созрело для прорыва, но цифровые инновации потерпели неудачу из-за высокой стоимости. Но и DLT Болчин впервые в истории открыл дверь возможностей. XINFIN создает сеть сетей через такие платформы, как Trade Finance, которые открыты для таких сетей, как SWIFT, не говоря уже о том, что они уже сотрудничают и являются частью DCI, TPDI, D&I и другие. Ну и также ICC признала важность XDC, XINFIN. Что также нужно отметить, что вот многие говорят о том, что биткоин может стоить миллион долларов, а XRP не может 100 долларов даже стоить. Но если, например, биткоин будет стоить 500 тысяч долларов, то капитализация состоит 10,5 трлн долларов. То есть в такую капитализацию я верю, но действительно это даже возможно не в следующем бычем цикле. В следующем бычем цикле я ожидаю максимум 250 тысяч долларов. Если мы говорим про 250 тысяч долларов, то определенно это капитализация около 5 трлн долларов. Ну такое еще возможно. Но если мы говорим про XRP при капитализации 10 трлн долларов, то здесь XRP когда-либо сможет достичь этого, но легко сказать, что биткоин сможет. И в итоге здесь мы говорим о том, что для меня нет никакого смысла особенно знать, что мы знаем о полезности в установленных связях и о том, что произведет в этой области в течение следующих 50 лет. Ну и соответственно нужно согласиться, но это не помешает сохранить солидный процент вашего XRP на неизвестное будущее. Прибыль следует брать, в инвестиции следует избегать рисков, но в конечном счете всегда следует сохранять лунный мешок. Ну то есть определенно здесь тоже есть логика, но я считаю, что при том, что большинство альткоинов просто вымрут 98% и останутся лишь те альткоины, которые действительно нужны, которые имеют use case, которые имеют фундаментал. То есть я считаю, что XRP и биткоины в принципе на самом деле достичь капитализацию свыше даже трлн долларов, но это очень-очень легко, особенно для биткоина. Если мы говорим значит про XRP, то получается, что движение многие ждут такое, то есть сейчас у нас происходит после сброса покупка, да, опять на гор позиции и поход наверх. Я бы здесь поспорил, потому что ну пока что нет четкого сигнала, что мы развернемся именно так. Но то, что мы выходим со дна, действительно это очень похоже. Что касается Gemini, биржа братьев Винкловосов, она значит сделала следующее, она выразила довольно-таки интересное волнение по поводу XRP, а в целом криптобиржа, она готовит довольно-таки крутое объявление, крутой анонс по поводу XRP. Если мы будем смотреть историю, то вот недавно биржа Bitstamp тоже дразнила таким же, но в итоге она предложила там 2% стейкинг у годовых, да. И кто на этом зарабатывает? Конечно же биржа, потому что вы ей несете свои XRP, и вы имеете большие риски. То есть биржа может закрыть ваш аккаунт, биржа может соскамиться и так далее, и тому подобное. Ну и здесь как раз-таки троллят то, что биржа Gemini, она предлагает или предложит 3% стейкинг, да. То есть это довольно-таки смешно, если это действительно такой момент будет, да, потому что биржа Bitstamp тоже, в принципе, она говорила об этом, но в итоге предложила 2% стейкинг. Ну биржа Gemini может переплюнуть и предложить 3% стейкинг в годовых. Вот такие дела. Поэтому, подводя итоги, что можно сказать? То, что сейчас я считаю, что рынок разогревается, считаю, что осенью определенно будет рост, и в принципе считаю, что осталось совершенно недолго терпеть, ждать, как рынок и эта валюта начнет себя довольно-таки импульсивно вести, потому что когда появляется волатильность, можно зарабатывать, вне зависимости от того, пойдет рынок вверх или вниз. Можно либо приумножать свои монеты, либо можно определенно зарабатывать прибыль, что мы в принципе и делаем. Всем пока и до новых встреч.